Дигитальный мусор, к сожалению, для многих стал абсолютно привычным, как, например, мусор бытовой. Наверняка у многих есть такие знакомые, которые сломанную технику, будь то ноутбуки, мониторы, клавиатуры и так далее, не выбрасывают, а складируют у себя на полке, объясняя этот поступок следующим образом, дескать, а вдруг это потом пригодится. Но время проходит, дигитального мусора становится все больше, а пользы от него никакой. Именно поэтому в нашей стране проводятся так называемые дни цифровой уборки, призванные объяснять бессмысленность накопления такого мусора. Примечательно, что в рамках одной из таких компаний, которая называлась «Смарт-охота», было собрано более 4,5 тонн мусора, состоящего из мелкой бытовой техники, и помогли в этом несколько тысяч молодых людей. Телефоны, компьютерные мыши, провода, клавиатуры – мы довольно много собрали разнообразного такого хлама. Ежедневно на рынке Эстонии появляется порядка 50 тонн электроники, которая со временем устревает, приходит в негодность и становится бременем для окружающей среды. Телефоны, планшеты, смарт-часы, компьютеры, зарядные устройства, наушники и так далее. В Европе в каждом доме имеется в среднем 72 электрических и электронных прибора, 11 из которых неисправно или больше не используется. В прошлом году в мире появилось среднем 7,5 килограмма электронных отходов на человека, а к 2030 году этот показатель вырастет до 9. Сама компания проходила в октябре, но только на этой неделе стал возможным подвести окончательные итоги и поблагодарить самых ее активных участников. Прошедшая кампания по сравнению с предыдущими прошла очень хорошо. Мы получили почти 5000 килограммов различной старой электроники, и количество участников было больше, чем в 2021 году. Также мы сейчас проводим еще одну кампанию, где ребята собирают алюминиевые формы от чайных свечей. Ну, в общем, результатами мы довольны. Компания завершилась, но электронику еще можно сдать как в предприятии Куусаковский, так и в предприятии Телия. По сравнению с позапрошлым годом, смарт-охоте в прошлом году приняло участие в два раза больше участников. Примечательно, что самому старшему участнику было 82 года, а самый младший принимал участие вместе с родителями в полуторагодовом возрасте. Всего в Эстонии собирается 60% электронных отходов. Показатель, конечно, неплохой, однако он мог бы быть гораздо больше. Ведь все зависит только от нашего благоразумия и понимания, что таким образом мы спасаем окружающую среду. Сергей Овченков, Андрес Лайго, Новости Таллина.